МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Правила надо соблюдать. Госавтоинспекторы поделились статистикой за 8 месяцев текущего года. В гости к нашим старшеклассникам и их учителям приехали профессора из Санкт-Петербурга. И совместная выставка педагогов художественной школы открылась в Муравленко. Начну с информации, которая появилась в СМИ совсем недавно. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев взял под личный контроль ход расследования резонансного уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии. С участием сына главы администрации Ноябрьска об этом сообщает пресс-служба ведомства. Заместитель генпрокурора потребовал от прокурора Ямалоненского автономного округа тщательным образом изучить материалы уголовного дела и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования, направленные на проведение полного и всестороннего расследования обстоятельств трагедии. Напомню, рано утром 7 сентября Александр Белоцкий, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением. В результате ДТП его пассажирка, 34-летняя жительница города, скончалась в приемном покое ЦГБ. Адаптация и интеграция мигрантов создает немало проблем на территории региона. Об этом заявил губернатор Кобылкин. Он отметил, что в последние несколько лет приток мигрантов на Ямал увеличивается, меняется национальный состав населения. По данным экспертов, именно нелегальная миграция оказывает заметное воздействие на криминогенную обстановку. Так, менее чем месяц назад в ходе проведения проверок в округе было выявлено около тысячи нарушений миграционного законодательства. Глава региона убежден, что в решении проблем мигрантов должны участвовать не только органы власти, но и гражданское общество. По его мнению, необходимо активнее привлекать к процессу адаптации и интеграции трудовых мигрантов национальные общественные организации, которые пользуются авторитетом у своих земляков. Ямал регион многонациональный, у нас множество культурных традиций, это необходимо учитывать. Мигранты должны знать специфику нашего региона и его культурное многообразие. При этом важнейшим условием должно оставаться соблюдение законодательства, причем не только трудовыми мигрантами, но и работодателями. Для эффективной борьбы с нелегальной миграцией нужны такие правовые механизмы, при которых нарушение закона было бы невыгодным и опасным с точки зрения последствий для работодателей. Особо подчеркнул Дмитрий Кобылкин. Госавтоинспекторы подвели итоги работы за 8 месяцев. За это время в Муравленковском регионе не произошло ни одного ДТП с летальным исходом. 33 человека получили травмы различной степени тяжести. Более подробная статистика у Эрнеста Бавшина. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, число аварий, в которых пострадали люди, в 2013-м за 8 месяцев выросло всего на одну. Немного, но радует другое, летальных исходов нет. В то время, как тогда, к 1 сентября, погибших уже было 5 человек. Правда, травмированных в результате ДТП стало больше на 13%, а именно 33 человека. Всего же на дорогах Муравленка произошло 411 аварий. И самое интересное, почти половина из них из-за того, что водители невнимательно управляют машиной, когда двигаются задним ходом. Процентов 40 из всех ДТП механического характера, который происходит на территории города, это наезд настоящее транспортное средство в результате нарушения требований движения задним ходом. То есть, статистика говорит о том, что люди действительно разучились двигаться задним ходом. А между тем, в правилах дорожного движения четко прописано, как нужно начинать движение задним ходом. По статистике, на количество таких ДТП не влияет время суток или года. Аварии происходят постоянно. Единственный момент – это в темное время суток ночью, конечно же, происходит меньше ДТП. Но меньше ДТП происходит в связи с тем, что это все-таки ночное время и количество транспорта меньше на дорогах города. Рассказал Илья Русаков и о том, какие правила чаще всего любят нарушать водители у Муравленка. Самое популярное – проезд под знак движения запрещено. Далее в рейтинге – превышение скорости. Более 5000 случаев. Сотрудники ГИБДД остановили 42 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 74 отказались пройти медицинскую экспертизу. И немного о временной статистике. И все в дни недели – самая аварийная суббота. Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия происходили с 19 до 20 часов. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. Ответил Илья Русаков еще на несколько вопросов журналистов. В частности, насчет парковочной площадки в районе 69-го дома на улице Ленина. Там образовался стихийный авторынок. Напомню, недовольные этим горожане уже обращались в соответствующие надзорные органы. Но тщетно – к продавцам автомобилей на Ленина 69 нельзя применить никаких санкций. Соответствующих статей нет в административном кодексе и в правилах благоустройства города это не отражено. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства говорят, что парковка для того и служит, чтобы на ней стояли автомобили. А факт торговли в неустановленном месте нужно еще доказать. Бессильным в этом случае и работники госавтоинспекции. Они даже не могут повесить на этой парковке знак, ограничивающий время стоянки. К сожалению, тогда мы ограничиваем граждан, которые проживают в близлежащих домах, тоже на наличии стоянки в указанной территории. Поэтому ограничивать стоянку в указанное время мы, собственно, тоже не можем. По приглашению Управления образования в Муравленко приехали гости профессора из Санкт-Петербургского государственного университета Олег Лебедев и Леонид Илюшин. В рамках трехдневного визита – лекции, семинары, конференции. А сегодня ученые-гости за круглым столом ответили на многочисленные вопросы старшеклассников. Уже не первый раз в Муравленко приглашают профессоров одного из престижнейших вузов страны. Главная задача – чтобы местные школьники и их учителя не потерялись в веяниях времени и разобрались в проблемах новых образовательных стандартов. Было бы самонадеянным сказать, ну вот мы же все объяснили в стандарте, пускай учителя теперь так и работают. Мы с вами прекрасно понимаем, что так происходить не будет. Учителям нужно объяснять, их нужно убеждать, им нужно разъяснять, им нужно помогать. Вот этим, собственно говоря, все и занимаются в разной степени. Встречи ученых со старшеклассниками провели за круглым столом. Вопросов было много. Какова судьба ЕГЭ, как правильно выбрать будущую профессию и какое образование лучше получить. Ольга Хрептик, 11-классница, учится по социально-экономическому профилю. В этом учебном году ей предстоят выпускные экзамены. Конечно же стараться, учиться, последний год очень работать, работать на себя, развиваться, развивать свои способности. Мне кажется, человек, который работает над собой, он сможет пройти этот конкурс. С моей точки зрения дается очень ценная информация в том отношении, что мы сейчас в 11-м классе и все, что нам сейчас говорится, очень пригодится нам. Впрочем, не секрет, что многие молодые люди идут в высшую школу не за знаниями, а за корочками. Это и беспокоит преподавателей вузов. Интереса к учебе у большинства студентов нет. Вот вы можете себе представить, что у вас сейчас здесь 170 человек, вы все поступите, и 4-5 из вас не будут учиться. То есть ходить-то будут, вам не будет нравиться, вы, скорее всего, будете надеяться на эту студенческую халяву прилететь и так далее. Задача ученых, которые приезжают в Муравленко, показать, как сделать образовательный процесс более эффективным. И, судя по статистике, это у них получается. Из прошлогодних наших выпускников 95% поступили в высшие учебные заведения. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. В городе растет заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями. Главными причинами врачи называют начало учебного года, холодную и влажную погоду, а также конец отпускного сезона. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, с 9 по 15 сентября число заболевших выросло до 392 человек. Это на 189 больше, чем за предыдущую неделю. 70% из всех заболевших – это дети в возрасте от 3 до 14 лет. Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 12%. Пикж заболеваемости специалисты прогнозируют на конец февраля 2014 года. Роспотребнадзором принимаются меры по контролю и надзору, усилению надзора за объектами здравоохранения, образования, общепита, торговли. Ну а далее, коротко о том, что интересного для своих читателей на этой неделе подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Целый день городские власти и общественность изучали улицы и социальные объекты города в рамках акции «Доступный город». Представители администрации прошлись по проблемным точкам с инвалидом-колясочником, пенсионеркой и молодой мамой с коляской. Выяснилось, что вне зоны доступа для таких людей попадают очень многие здания, почтовое отделение и даже объекты здравоохранения. Более подробно об этой достаточно насущной проблеме читайте на второй полосе издания. Учитывая, что значительное число месторождений «Газпромнефть» в Муравленко находится на заключительных стадиях разработки, нефтяникам требуются новые подходы в освоении недр. Один из них – зарезка боковых стволов. О том, что из себя представляет этот метод и какова его практическая эффективность, читатели узнают, открыв четвертую полосу газеты. В Муравленко прошло первенство «Ямала» по футболу среди юношей «Кожаный мяч». Четыре команды, несмотря на пасмурную погоду и отсутствие зрителей, показали добротный футбол, красивую и азартную игру. В результате интрига сохранялась до финального свистка. Куда уехал кубок? Ответ на этот вопрос – на девятой полосе газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. В «Созвездие талантов» в городском эколого-краевическом музее открылась выставка совместного творчества педагогов детской художественной школы. Она посвящена 20-летнему юбилею учебного заведения. На экспозицию произведения выставили 13 педагогов школы, техника в которых выполнены работы различна. Здесь живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, куклы и сувениры. В экспозиции преобладает северная тематика. Каждый художник выступает в своем кредо. Благодаря этому вернисаж приобрел тематическое и жанровое разнообразие. Всего представлено 90 работ. По видам здесь и портреты, пейзажи, натюрморты. Поэтому я думаю, что людям нашего города будет интересно прийти, посмотреть на то, что могут делать наши педагоги. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 20 сентября в Салихарде плюс 9, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. В Ноябрьске 6 градусов тепла, северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 20 сентября плюс 7, ветер северо-западный до 4 метров в секунду.